Итак, добрый вечер. Всех приветствую, кто сегодня подключается на прямую трансляцию, в вебинарную комнату, кто на YouTube смотрит, на канале. Также приветствую всех, кто будет смотреть потом в записи. И сегодня мы продолжаем наш цикл по дубликации, который разделен на 8 больших тем. Называется он «Простые шаги, приводящие к успеху». И сегодня мы с вами поговорим о седьмой теме, о сопровождении. Меня зовут Любовь Фёдорова. Я являюсь куратором Латвии и спикером по дубликации. Делюсь своим опытом о том, как я создавала свою группу, как я достигла статуса. У меня статус эксперт. И на самом деле всё это сделать очень несложно, если ставить себе такую цель, создать команду, достичь какого-то статуса, достичь каких-то целей конкретно в построении своего маленького бизнеса, в, можно сказать, огромном бизнесе Анатолия Эдуардовича, с его помощью. Мы помогаем ему, помогаем себе. И, конечно же, если мы научимся, осознаем для начала, что у нас есть семь основных задач, которые мы, научившись выполнять, научимся и строить команду, и сможем делать все шаги последовательно, уверенно и, как говорится, идти к своему успеху совершенно целенаправленно. Сегодня мы говорим о сопровождении. То есть мы уже разобрали цели, как мы ставим цели, как мы помогаем своим партнёрам, своим друзьям ставить цели, как мы работаем с контактами, со своими знакомыми, со своими, как говорится, тёплыми контактами, как мы работаем с холодными, как мы планируем время, как делаем телефонные звонки. Целых два вебинара были у нас по презентациям. И сегодня мы поговорим, как же мы работаем дальше с людьми, которых мы пригласили и которые согласились быть с нами, ну так скажем, в связке, откликнулись на наше предложение, на наше приглашение. Итак, мы поговорим, что значит правильное сопровождение, что такое конверсия и от чего она зависит, и для чего вообще она нам нужна, и чем отличается сопровождение от наставничества. Итак, мы знаем, что мы не можем продублировать конкретно одного человека, то есть не можем повторить его шаги, не можем стать этим человеком, если мы увидим, что он успешный. Мы не сможем его скопировать, но мы сможем, присматриваясь к его работе, мы сможем повторить какие-то приёмы, узнать, позаимствовать какие-то фишки, которые он использует, и использовать самим для того, чтобы у нас получалось работать так, как мы хотим. Но существует определённая такая система дублирования, которую можно продублировать, то есть это способ работы, то есть есть такая схема дублирования вот этой системы, которая состоит из четырёх шагов, и мы всегда очень часто, то есть я останавливаюсь на этой схеме, потому что она нужна, начиная раскрывать любую тему, я всё равно хочу начинать с этого, начать, что первый шаг – это приглашение, то есть как мы людей приглашаем. Второй шаг – это то, куда мы пригласили, а приглашаем мы на прослушивание какой-то информации, то ли это вебинар, то ли это какая-то конференция, то ли это семинар, то ли это личная встреча, но мы всегда искренне на самых естественных эмоциях человека приглашаем. Приглашаем на тот вебинар, который мы точно знаем, какая там будет информация, если мы не присутствуем, или же в обязательном порядке присутствуем вместе с человеком, чтобы мы понимали, что он услышал на этой встрече, на этом вебинаре, и чтобы мы понимали, как нам дополнить информацию, чего ещё не досказали, что бы мы хотели до него донести. Это уже начинаются первые шаги сопровождения нашего клиента. Третий шаг – это последующая беседа. То есть если мы пригласили его онлайн посмотреть какое-то мероприятие, вебинар, то мы, конечно, ему звоним, мы ему даже его предупреждаем, что я тебе позвоню, когда закончится, ты мне скажешь своё мнение. И мы обязательно звоним. Если мы вместе где-то присутствовали, то предложите ему ещё задержаться на несколько минут, а лучше предупредить заранее, что после, запланируй так, что после этой встречи мы с тобой ещё зайдём на чашечку кофе и переговорим. Ты мне скажешь своё мнение о том, что ты услышал. Это что касается общественного какого-то мероприятия. Тогда обязательно есть этот последующий звонок, последующий шаг, последующая встреча, когда мы хотим узнать мнение человека. И мы здесь вот как раз и выясняем, хватило ему информации, не хватило, вообще изначально понравилось, не понравилось, хотел бы он что-то ещё узнать или нет. Вот на этом третьем шаге мы уже будем понимать. И дальше, если человек говорит «да», мы переходим к четвёртому шагу, в котором, можно сказать, вот это наше сопровождение раскрывается в полном объёме, потому что это уже и есть вовлечение в саму систему. То есть мы его полностью знакомим со всем дальнейшим, с чем ему нужно будет столкнуться. И это очень важно, чтобы мы это сделали сразу, когда вот он просмотрел, узнал, получил информацию и говорит «слушай, да, мне это нравится, классно, я хочу, давай что делать дальше». И вот тут мы как профессионал начинаем ему рассказывать, что же ему нужно делать дальше. То есть это очень хорошо, вот это начинать своё такое углублённое сопровождение как раз после первого знакомства с проектом, когда есть ещё эмоция, когда есть такое воодушевление. Нам нужно сосредоточиться чётко на каких, на следующих шагах, чтобы клиент, ну, во-первых, получил всё, на что он сейчас настраивается. Ему понравилось, он готов работать, всё, ему нужно получить от нас максимально всё, чтобы ему было удобно и комфортно дальше действовать. Поэтому мы составляем такой своего рода даже план своих действий, потому что существует, знаете, такая статистика успеха, что если мы после первой встречи, буквально в течение первых 24 часов выясняем всё и запускаем этот процесс, то успех наш имеет очень высокий процент, что всё получится, что наш приглашённый останется с нами в проекте, примет приглашение и начнёт работать. Если мы говорим, вот ты посмотришь эту презентацию, да, вот я тебе отправил, и я тебе потом позвоню. И вот если мы, вот это потом у нас происходит через 2-4 дня, то происходит угасание эмоций, даже если нашему клиенту очень понравилось, но мы не позвонили, он нам не перезвонил, у него происходит угасание. Во-первых, у него успокаиваются эти эмоции, которые вот ему понравилось всё, да. Во-вторых, в этот момент ему может кто-то, что-то другое предложить, ещё пригласить на какую-то встречу, да. Вот. Но всё равно процент успеха, процент того, что он всё-таки к нам подключится, есть, но он уже очень падает. Мы, если же мы оставили, забросили человека на неделю, если мы через неделю, через 10 дней ему звоним, мы говорим, слушай, помнишь, я тебе ссылочку там давал, ты пошёл, посмотрел, он такой, а, да, а, посмотрел, да, посмотрел. Ну да, мне понравилось, прикольное дело вы делаете. Ну так что, мы встретимся, обговорим там дальше, дальнейшие наши шаги, а он говорит, ой, нет, вы знаете, я через три дня был ещё с одним парнем на презентации, там мне тоже очень понравилось, и он мне сразу там дал материал, и он меня уже зарегистрировал, знаешь, мы уже там пошли, я как-то уже второй проект параллельно не хочу, потому что я пока изучаю то, да. То есть можно сказать, у нас увели клиента, и увёл более способный, более шустрый партнёр, который действительно делает абсолютно правильные шаги в сопровождении вот этом. Поэтому очень важно не дать ему остынуть, а предложить свою помощь, свою поддержку прям сразу, пока он готов. Он готов, всё, он даже для этого и время выделит, и всё, потому что действительно вот он сейчас пошёл на презентацию с нами, потому что, да, у него было свободное время для этого, и, значит, тут мы можем начинать действовать, а потом через два дня у него какие-то планы, у него что-то в жизни изменилось, у него срочная командировка, он говорит, слушай, не могу, я сейчас не могу, и вы понимаете, всё, я потерял время, я потерял эти 24 часа. И иногда может быть так, что вот уже когда клиент не может с нами встретиться, вроде ещё хочет, он ещё тёплый, да, но он не может, потому что его обстоятельства так складываются. И вот пока он не может, проходит ещё 7, 8, 9, 10 дней, и всё, и он остывает. Может быть, даже его никто никуда не позвал, но он уже остыл, подумает, ай, ладно, не надо, в следующий раз. Ну, наверное, не судьба, как многие люди говорят, да. Ну, раз не произошло, раз какие-то препятствия, но не судьба, да. Но на самом деле мы должны понимать, что это всё как бы, ну, нельзя сказать, наша вина, да, но где-то мы что-то не доработали, да, это из-за нас так получилось. То есть если мы сделаем все правильные шаги, ну, тогда да, и всё равно не получается. Но здесь мы говорим, да, я сделала всё, что я мог для этого. Потому что даже из тех людей, вот которые соглашаются, которым нравится, мы понимаем, что есть всё равно, они будут делиться на три категории партнёров, да. Вот даже наши партнёры, в нашем бизнесе, они будут делиться на три категории. Это будут просто потребители, которые примут участие в проекте, сделают инвестицию и скажут, ну, вот я как бы поддержил проект, и дальше я буду смотреть, что произойдёт. Будет что-то интересненькое, ну, говори. Там будет какая-то акция, какой-то интересный пакет, ну, ещё что-нибудь возьмёт. Но только конкретно для себя и всё. То есть он будет просто потребитель. Есть продавцы. Они хорошо видны, когда действительно нужно продавать там те же бады или крема. Вот там чётко видны эти продавцы, да. Они готовы брать, перепродавать, брать, перепродавать. В нашем случае это люди, которые строят первую линию. И мы понимаем, что это тоже категория определённая наших потребителей, которая нам нужна, которая может быть в нашей команде. Но это будут те, которые могут работать тет-а-тет с тёплым рынком, например. И всё. Вот он готов, как говорится, купил-продал, да. То есть он готов сделать презентацию, рассказать, поделиться с человеком, в какой проект, допустим, он вступил, принимает участие, да, какой проект он поддерживает. И точно так же он будет выстраивать свою первую линию. Здорово. Здорово. Всё. Мы тогда выясняем, что конкретно ему нужно от нас, какая помощь нужна, как мы можем ему помочь, и пусть он выстраивает свою первую линию. Потому что он, допустим, заинтересован в своих гонорарах в 15%, которые у нас существуют, и он говорит, нет, меня больше ничего не интересует. Вот мне нравится, я хочу получать вот свои 15%, я буду так работать. Здорово. Мы выстраиваем какую-то определённую стратегию поддержки такого клиента. Но есть клиент, который будет строитель бизнеса. Здесь, конечно, это все сетевики, которые понимают, что нужно строить структуру, нужно работать в глубину с этой структурой. Они понимают, как идёт доход из глубины. И для них мы тоже выстраиваем свою стратегию поддержки для того, чтобы это у него получалось. Для нас дороги все три категории, но каждая категория требует абсолютно немножечко своей стратегии поддержки. И мы её вырабатываем. Поэтому мы и говорим о поддержке, что она бывает разная. И сейчас мы как раз об этом и говорим. И вот вся эта поддержка, вся она включается достаточно так крупным таким планом, можно сказать, на четвёртом шаге. Что входит в четвёртый шаг? Вот изначально человек сказал, да, я с вами. Что мы делаем? Первое. Мы знакомим его полностью с кабинетом. Это нужна информация для любой категории. Пусть это продавец, пусть это потребитель, пусть это строитель бизнеса. Неважно. Они должны знать кабинет как свои пять пальцев. То есть как завести деньги, как вывести, как выбрать пакет, как всё произвести, сделать верификацию. Мы всё это помогаем, всё, что нужно. Дальше мы знакомим их с маркетинг-планом. Потому что то, как мы сможем провести вот эту поддержку, вот это информирование, от этого зависит, сможем ли мы перевести, допустим, наших клиентов из категории потребитель в категорию продавец или из категории продавец в категорию строитель бизнеса. Потому что для нас, в принципе, это такая первостепенная задача. И если мы научимся их переводить, это большой плюс будет как для них, так и для нас, так и для проекта. Поэтому мы всегда ставим такую цель попробовать перевести в другую категорию. Есть такие, которым на самом деле и ничего для этого делать не нужно. То есть он пришёл, он стал потребителем, потом раз-два узнал какую-то дополнительную информацию, открыл маркетинг-план, увидел, думает, так, здесь интересный маркетинг-план, здесь можно заработать, дай мне такую-такую-такую информацию. Он сам вам скажет, что ему нужно, и всё. И он пошёл бомбить. В своё время, я лично так начинала, я пришла как потребитель, и потом, когда я поняла, как это работает, потому что я не была сетевиком, и я как-то таких особых подробностей не знала, не знала нюансов, и я сразу вошла в категорию строитель бизнеса. То есть я вот эту категорию продавец, хотя мне она тоже нравилась, она у меня была очень, скажем так, короткий период, потому что я увидела, что первая линия очень быстро выплачивает, очень быстро всё заканчивается, и важно работать, работать, и чтобы моя первая линия была довольна и тоже продолжала быть активной. Мне надо было понимать, как нужно строить структуру в глубину. И мне пришлось познавать эту науку для того, чтобы своей первой линии это тоже донести, чтобы они точно так же понимали, как из глубины можно получать деньги. И вот таким вот образом получилось, что я пошла прям буквально, вот можно сказать, из одной в категории сразу в третью нырнула, и получилось, у меня сейчас достаточно хорошая структура. То есть, но это очень, очень важно, когда мы правильно сопровождаем и правильно даём информацию. То есть, мы рассказываем конкретно о маркетинг-плане, о том, что у нас проводятся определённые конкурсы, какие у нас есть награды. И опять вспоминаем предыдущие вебинары, предыдущие, прям вот, которые были на прошлой неделе, мы говорили о психотипах людей, да, мы прекрасно понимаем, кому, как нужно рассказать о маркетинге, кому, как нужно рассказать о тех же конкурсах и о наградах, да, то есть, кто перед нами. В обязательном порядке рассказываем людям, где находятся реферальные ссылки. Неважно, он уже прямо сейчас становится партнёром и будет строить свою структуру или потом, но он должен понимать, где это находится, как их найти, как ими пользоваться. Мы ему помогаем делать регистрацию и точно так же учим его, чтобы он мог помочь сделать регистрацию кому-нибудь, ну, любому человеку, который вдруг узнает, чем занимается, да, наш партнёр и тоже скажет, ой, мне нравится, я тоже хочу, да. То есть, очень важно, чтобы тот человек, для которого мы сейчас осуществляем сопровождение, все эти мелкие нюансы тоже знал. Да, они потом будут нам звонить по два, по три раза, может быть, потому что, ой, я забыл, где это находится, я забыл, где это находится, но он знает, что это есть, он знает, что это в кабинете где-то находится, потому что мы ему об этом сказали, и он знает, что именно этим ему сейчас нужно воспользоваться, да. вот, также говорим о платёжных системах, знакомим его с нашими официальными YouTube-каналами, с каналом Юницкого, с каналом нашего фонда, Skywood Community, да, где и вебинары, и презентации, и вебинары, которые повторяющиеся, да, допустим, те же презентации, или вот как наши дубликации, и вебинары, которые каждый раз новые, то есть, это всё время какие-то новости, это юридические вопросы, которые Владимир Маслов объясняет, да, это технические такие, какие-то экономические, это то, что Алексей Суходоев ведёт в вебинаре, да, потому что каждому интересна разная информация, но, естественно, знакомим с сайтом Юницкого, потому что для очень многих людей важно вообще, кого мы поддерживаем, что за проект мы поддерживаем, что за человек создал этот проект, мне было, это очень важно, я вам скажу даже так, я узнала о проекте, но мне очень было важно узнать о Юницком, кто это и что это, и как он к этому шёл, и вот его биография, знакомство с ним лично на первом году, ещё в шестнадцатом году, в первый экофест, когда был, я там присутствовала, познакомилась с Юницким лично, мне даже посчастливилось на тот момент, нас было не так много попасть на ужин с Юницким, когда мы, сидя за столом, могли задать ему вопрос, а он на салфетке, карандашом мог что-то начертить и показать, смотрите, как работает струна, вот это, это, то есть такие сложные вещи объяснял совершенно легко и просто, когда он был, он открыт к общению всегда, но здесь получается так, что сейчас мы просто уже не досягаем, потому что у него занятость выше крыши, тогда ещё это был старт, и он с удовольствием вот общался со всеми, и для меня, на меня это впечатление произвело огромное, сам человек, и я сказала, я его пойду поддерживать, и такие люди мне до сих пор встречаются, поэтому я рассказываю им всё и о проекте, и о транспорте, и о пользе транспорта для планеты, для людей, и в то же время всегда рассказываю об главном инженере, о том, что это его мечта, что это цель его всей жизни, дело его жизни, и мы понимаем, что это тоже огромный плюс, может сыграть такую положительную роль для того, чтобы человек принял решение в пользу нашего проекта, в обязательном порядке мы держим связи линии открытыми с теми людьми, которых мы пригласили, то есть мы с ними общаемся, но не навязываемся, если это только произошли наши самые первые встречи, мы всегда спрашиваем разрешение, могу ли я вам позвонить, когда появятся какие-то новости, могу ли я вам прислать какой-то новый материал, вот, также мы отправляем, если мы уже договорились, что да, он говорит, ну да, хорошо, это самое, присылайте мне, я рад чего-нибудь там нового, узнать что-нибудь новое, какой-то новый материал, вот, поэтому мы всегда высылаем, если мы уже и высылаем, то отправляем действительно информацию только проверенную, только качественную, то есть понятное дело, что только с наших каналов, только с официальных источников, да, какие-то ролики в интернете, которые гуляют, созданные нашими партнерами, они тоже бывают иногда очень интересны, но лучше такую, ну, я бы назвала это шепотре, потому что очень часто бывает так, что ролик хороший, но сделан абсолютно непрофессионально, неправильно, и это тоже может немножечко оттолкнуть, лучше пусть он сам потом найдет эти ролики, но если мы официально человека знакомим с проектом, то и даем качественную информацию конкретно с наших каналах, которые подтвержденные, и стопроцентно будет правдивая, если мы обещали что-то отправить, мы обязательно отправляем. Если мы договорились о последующей какой-то встрече, то предлагаю использовать какие-то, может быть, не совсем стандартные варианты, да, потому что, ну, я там смс-ку вам дам, напоминалочку, да, ну, хорошо, а сделайте по-другому, напишите письмо на e-mail, напишите тему письма, вот вы договорились, какая будет ваша следующая встреча, о чем она будет, да, напишите это в теме письма, то есть еще очень важно, если мы посылаем e-mail, писать тему письма, мы договорились об этом e-mail, или мы не договорились, потому что очень часто бывает так, что деловые люди получают очень много писем, плюс мы знаем, у нас на e-mail приходит очень много разных рассылок, вот, и если там нет темы, ее может этот человек даже не открыть, может сразу спам отправить, поэтому всегда напишите тему письма, это больше вероятности того, что ваше письмо будет открыто, вот, если вы там пишете напоминалочку, ну, к примеру, вы договорились о последующей встрече, и вы там пишете, что вот мы с вами договорились, хочу вам напомнить, что мы с вами встречаемся там такого-то, такого-то числа, и тут же в письме вы можете написать, а пока вот я вам присылаю ссылочку, у нас вышел новый ролик, или у нас вышла новая статья, можете пока посмотреть ее, да, то есть это тоже такая напоминалка, она более деловая напоминалка, чем просто смс-ка, брошенная на телефон, вот, хотя если вы договорились об смс-ке, то обязательно сделать именно так, как вы договорились, значит, этому человеку удобно, что вот ему приходит смс, да, вот, но есть такие немножечко нестандартные вещи, вот, но как правило, если мы заключили уже какую-то сделку, он согласился на пакет, и он говорит, я пока буду как потребитель, я пока буду смотреть информацию, я пока больше ничего не буду, но вот ради интереса я первый пакет делаю. Все равно мы думаем о последующей сделке, все равно мы договариваемся с ним, но у нас, мы вот говорим, у нас иногда бывают конкурсы, и на конкурсы даются какие-то очень интересные предложения, какие-то очень интересные пакеты, вот, если что-то будет такого типа, что-то интересное, что-то выгодное, вы не против, если я вам позвоню, вы не против, если я вам пришлю какую-то информацию об этом, да, то есть мы об этом договариваемся, и таким образом мы как бы уже заранее договариваемся о том, что у нас может быть вероятность повторной сделки, да, не просто забываем, даже если он нам сказал, так, я сейчас один раз сделаю, и все, и, наверное, больше нет, потом посмотрю, как оно будет развиваться, потом посмотрю, это значит, вот все он сделал и забыл, и потом, когда все это запустится, когда выстрелит, может быть, он вспомнит, ой, я же в этот проект когда-то вложился, надо мне найти этого Петю, который меня приглашал спросить, что мне дальше делать, да, то есть очень важно не терять этого человека, это тоже вот наше полноценное, правильное сопровождение, когда мы его не теряем, когда иногда мы ему присылаем, то есть может быть, он и не будет принимать наше предложение, он скажет, да, спасибо, конкурс прикольный, но я сейчас пока не могу, хорошо, но тем не менее, мы всегда держим его в поле зрения, да, вот, как говорят сетевики, что есть большая, самая большая ошибка сетевика, если он не договорился о следующей встрече, да, вот, вот, поэтому думаем об этом, думаем, как назначить следующую встречу для того, чтобы это было и ненавязчиво, да, чтобы мы не, ну, не нравится слово «спугнули», ну, не отвернули от себя человека, чтобы мы не были вот такими назойливыми какими-то, да, очень красиво, очень мягко по деловому договариваемся, и о следующей встрече. Может быть, мы говорим, давайте через месяц встретимся, я вам расскажу новости, какие у нас там есть, то есть не просто я вам на e-mail что-то пришлю, а давайте встретимся с вами через месяц, я вам расскажу, что у нас там, или, допустим, вот как сейчас, у нас будет экофест, и вы говорите, вот на экофесте там мы ждем новости, ну, поедет кто-то, не поедет, неважно там вы поехали или вы не поехали, вы говорите, вот скоро у нас будет экофест, давайте через месяц встретимся, я вам расскажу новости, или скажете, я вот собираюсь туда поехать и приеду и поделюсь с вами всем тем, что я там увидел, То есть сейчас очень хороший такой момент, когда мы можем с человеком, с теми людьми, которые не ныряют, как говорится, в омут с головой, но тем не менее мы можем договориться о последующей встрече и потом дальше поговорить о дальнейших, о повторной сделке, потому что у нас сейчас будет очень большое событие, и мы можем сказать, давайте встретимся после этого события, потому что будет очень много новостей, возможно, будут какие-то изменения, я с вами поделюсь. Вот сейчас очень благоприятный такой момент, назначить следующую встречу, даже если уже у вас где-то есть такие люди, с которыми были встречи, и вы пока с ними не общаетесь, то есть была, может быть, одна сделка, и вы пока не общаетесь. Есть сейчас возможность вот подумать. Также мы можем просить их дать... То есть если наш клиент сказал, классно, здорово, я буду потребителем, я иду, я буду делать, мне хорошо, но строить я структуру не буду. Тем не менее, пока он на этой эмоции, вы можете сказать, а может быть, вы дадите какие-то свои контакты или порекомендуете меня своим друзьям, кому бы вы хотели действительно посоветовать. То есть мы не будем тебя, вот я не буду тебя заставлять работать, да я сам встречусь с вашими знакомыми, вот, и тоже им расскажу. Может быть, вы знаете, кому бы это было интересно, да. То есть мы просим контакты третьего лица. И здесь еще очень важный момент. Если мы, встретившись с этим третьим лицом, допустим, Владимир сказал, я потребитель, я не хочу строить структуру, я не хочу никого приглашать, я никогда этим не занимался. Но у меня есть вот друг Александр, ему, наверное, будет это интересно. Так что можете встретиться с ним, там, если ему будет интересно, то, скорее, тоже заходит в проект. И вот мы встречаемся с Александром. Александру это интересно. Он хочет включиться в этот проект, но Владимир сказал, я структуру строить не буду, берите себе этого Александра, все, не делаем так. Регистрируем этого Александра к Владимиру. И когда Александр тоже взял пакет, когда Владимир получил свои 15%, мы ему звоним и говорим, Владимир, ваш Александр заключил сделку. Откройте свой кабинет, посмотрите, какой вам бонус капнул на счет. Он открывает и говорит, ого, а это за что? Ну, как за что? Мы же вам говорили, что здесь есть определенная программа, вот система бонусов есть. Вот ваш бонус, Александр, ваш. Я его зарегистрировала к вам, пожалуйста. Это ваш бонус заслуженный, потому что вы дали рекомендацию. Знаете, такие бонусы, которые начнут вот так вот капнет, туда-туда, они могут включить человека, и он начнет работать. В моей практике такие случаи тоже были. Когда, ай, не надо, да не надо, но у меня полно подруг, мы когда-то там были в сетевой компании, мы когда-то там крема продавали, но мы уже давно этим не занимаемся, но у меня есть много контактов, я тебе их дам, давай с ними работай. Вот, я говорю, слушай, ну если ты работала в сетевой компании, если ты была сетевиком, давай включайся. Ай, что-то не знаю, я знаю, что этого дохода не очень много, это сетевая компания с этими кремами. Я говорю, ну это же совсем другое. Вот человек не хотел. Я поработала с ее контактами, создала определенную структуру, и она такая, о, слушай, прикольно, смотри, я могу новый пакет взять, мне тут бонусы накапали. Ну ты молодец, хорошо работаешь. Все, включилась, включилась, и поняла, я могу еще один пакет, потому что мне бонусы ежемесячно капают, и все, и процесс пошел. Да, поэтому тоже очень важно делать вот такие вот шаги, ну стратегически, можно сказать, подумать, и делать вот такие шаги правильно. Вот, также хочу еще сказать, сохранять теплые контакты с людьми, то есть не отпускать их совсем. Да, я уж как бы об этом сказала, но можно ведь не только о проекте общаться с людьми, да, бывают очень интересные люди, с которыми мы познакомились, и потом вообще не можем расстаться с ними. Вот, но есть такие люди, с которыми просто им приятно, чтобы с ним поддерживали контакт. У них есть какие-то очень серьезные хобби, да, это мы тоже выясняем. Помните, когда я говорила, когда мы создаем список контактов, мы такой заводим немножечко более расширенную тетрадочку, своего рода досье, да, где мы записываем интересы человека, хобби его, когда мы знаем, на какой теме мы можем зацепиться, чтобы поговорить, и потом перейти, чтобы беседа была не только «Привет, я тебе предлагаю бизнес, давай, иди сюда, я тебе скажу вот так, ты вкладывай деньги», да, а чтобы находить какие-то общие интересы, это вообще идеально. Чем больше вы человека узнаете, тем больше вы найдете ниточек, которые вас связывают. И всегда вот по этим ниточкам, вот по вот этим теплым каналам, мы можем поздравить человека с Новым годом, рассказать ему о какой-то выставке, потому что вот он там, какое-то там искусство его интересует, и мы говорим, вот художник у нас такой приезжает, представляешь, прям вот в моем этом самом районе будет выставка там. Ну, я не знаю, я сейчас фантазирую, но хочу, чтобы вы понимали, что любые ниточки, которые могут связывать, кроме проекта, их нужно всегда найти и держать. Если мы, допустим, решили поздравить всю свою структуру с праздником, вот пришел праздник, мы решили ее поздравить, то очень правильно будет, если вы напишете какое-то определенное, пусть оно будет одно для всех поздравление, но вы не будете нажимать копипест, как говорится, да, и всем рассылать просто шаблон, где вы вставите всегда туда имя, ставите имя человека, чтобы эта смс-ка поздравительная, пусть она будет с теми же самыми стихами, что и всем, но она будет личная, да, она будет, здравствуй, Татьяна, если вы еще туда вставите, как поживает ваша овчарка, которая там вот побеждает на каких-то конкурсах, и эта Татьяна постоянно с ней участвует во всех выставках, да, вот, или вы, допустим, узнали, что была выставка, они там приз какой-то получили, и вы еще раз об этом ей говорите, то есть вы где-то при встрече узнали, она сказала, вот у вас была встреча, она говорит, мы вернулись с выставки, мы получили там приз, да, и тут приходит Новый год, и вы говорите, еще раз поздравляю вас с призом, который вы взяли на выставке, поздравляю вас и вашего питомца любимого, они тоже это любят, если речь идет о животных, с Новым годом, желаю вам всего хорошего, да, то есть сделать так, чтобы эта смс-ка была личная, это очень важно, не какой-то шаблон рассылки, а личная, вот это и будет сохранение теплого контакта, вот, когда мы проявляем искренний интерес, когда мы совершенно честны, а не просто так для отмазки разослали смс, я иногда, честно скажу, когда я вижу, что в WhatsApp очень видно, да, заметно, что сообщение переслали, да, или там разослали многим людям, я не всегда их открываю или открываю в последнюю очередь, потому что я понимаю, что я сейчас открою, а мне еще пять человек его переслали точно так же, вот, еще можно использовать какие-то нестандартные приемы в виде каких-то там карточек, открыточек, да, если, допустим, мы на встрече договорились о следующей встрече, то мы можем уже подготовить какую-то карточку, где мы напишем спасибо за встречу, спасибо за беседу, был рад знакомству и с нетерпением жду там или до встречи в следующем, в следующем там, в следующем месяце, там, 15-го числа, или если вы уже конкретно договорились о дате, да, то есть вы написали шаблон открыточки, вот вы сейчас лично сидите на встрече, вы написали, у вас есть шаблон открыточки вот с такими словами, и вы говорите, ну что, мы встречаемся тогда 16-го, он, допустим, говорит, да, 16-го там у меня будет выходной, я к тому времени как раз получу зарплату, и вот мы с вами какой-то, оформим какой-то пакет, да, я согласен, и вот вы тогда в эту открыточку вписываете 16-е число и оставляете ему на память эту открыточку, ну вот это вам напоминание о том, чтобы 16-го числа мы с вами встретились, да, и вот представьте себе, сейчас никто не использует никаких открыточек, никаких карточек, ничего, да, и он такой, знаешь, ну нормально, открыточка, и он запоминает, он скажет, а, это тот, с которым мы первый раз встретились, он мне открыточку оставил, да, то есть какой-то такой, ну, ну, какой-то такой шаг сделать нестандартный, чтобы он запомнился. Можно потом послать, если вы знаете, где человек работает, в каком-то офисе, вот вы точно знаете, да, где он работает, вы можете ему потом туда послать. Спасибо за встречу, там было классно. Очень хорошо, если это будет, допустим, женщина, и вы говорите, спасибо, что нашли время, там, что попили со мной кофе, что встретились, там, ну, в общем, женщины ценят, я почему говорю, что женщинам эта открыточка, это будет таким вот миленьким напоминанием, и очень приятным, ну, приятным моментом, да, может быть, мужчина не очень оценит открытку, да, но женщина оценит. Вот, то есть какие-то нестандартные приёмы использовать, вот, потому что, вот я специально такую картинку поставила, она мне, в принципе, очень нравится, она очень символична, что нет плохой презентации, есть плохое сопровождение, да, потому что, в принципе, ну, что такое презентация? Мы рассказываем, что есть такой проект, как можно в нём поучаствовать, и какую выгоду мы из этого извлекаем. По большому счёту, это главное, что мы доносим до человека. Но то, как мы это доносим, то как мы помогаем ему все эти, осуществить эти шаги, вот от этого как раз и зависит, как этот человек вообще включится или не включится, да, это как посадить цветок в вазон, вот как на картинке, и рядом поставить лейку с водой, и сказать, цветок я посадил, посадил, вода у него есть? Есть. Классно. Что ещё нужно? А нужно то, что этот цветок ещё нужно полить этой водой, потому что рядом стоящая вода никакого толку цветку не даст, и он всё равно зачахнет. Так и наши клиенты. Они люди. Они любят общение. Может быть, попадутся вам такие, которые скажут, так, мне ничего не надо, мне и так всё понятно, вот ты мне только отвечай на те вопросы, которые я буду тебе задавать. И больше ничего на меня не вешай, потому что я сам разберусь, я сам понимаю, и есть такие люди. Это здорово, что такие люди у нас встречаются, это освобождает нам время. Но есть такие, которые реально любят, чтобы их за ручку вели, показывали, рассказывали. Вот ты говоришь, вышли новости, мы прекрасно знаем, он подписан на канал, мы знаем, что вышел какой-то новостной ролик. Он его не смотрит. А вы ему пересылайте ссылку на ролик лично, вот у нас новости вышли. Он смотрит этот ролик и говорит, вау, как классно, как здорово. И ты думаешь, Едрён Батон, ты на канале сидишь, ты там смотришь что-то. Ты что, не видел этот ролик? А может, он видел этот ролик? Может, он видел, что этот ролик вышел? Но ему было намного приятнее, что вот личное внимание. Ну, есть такие люди, есть. Идём им навстречу, понимаем, что у нас есть такие в структуре люди, и идём им навстречу. Вот тут мы плавно переходим к конверсии, что такое конверсия. Это соотношение каких-то выполненных наших действий к потом уже конечному результату. Да, если взять, чётко привести пример, вот прям то, что сейчас я поставила на картинку, допустим, если у нас тысяча человек, это люди, которые увидели определённую рекламу. Где-то им выскочило, да, они что-то делали, им выскочила реклама. 600 человек из этих тысячи, кликнули на эту рекламу и перешли на сайт посмотреть. То есть 400 вообще не обратили на неё внимания, просто её закрыли, да, а 600 человек всё-таки зашли туда. 200 – это те, которые почитали информацию, им что-то понравилось, и они, допустим, оставили заявку. Там написано, если вам понравилась информация, оставьте свою заявку, наш оператор, там наш менеджер с вами свяжется. Оставили заявку. Но потом менеджер связался, поговорили, не понравилось, да, и ушёл. И только 20 человек совершили покупку. Да? Ну вот. Так вот у нас получается, что конверсия из тысячи – это всего 2%, да? Если мы берём тысячу человек, а 20 совершили покупку – это конверсия 2%. И очень важно, какое у нас будет сопровождение людей от того момента, когда они получили первичную информацию, до того момента, когда происходит сделка. Вот очень важно наше сопровождение, наше действие. То, как мы это сделаем, и зависит наша конверсия. То есть наша цель какая? Повышать процент этой конверсии, да? Она измеряется в процентах. И поэтому оповышать этот процент, я как бы замыкаю круг, повысить этот процент мы можем только хорошей поддержкой, только хорошей своей работой. И вот этот весь процесс наш, вот этот процесс от получения первичной информации до сделки, его можно разделить на определённые фазы, да? И они называются фазы вовлечения. То есть как мы находим человека, даём ему информацию и как мы его сопровождаем до конечной сделки. Это вот у нас есть определённые фазы. Допустим, первое – это поиск потенциального инвестора, там первое знакомство, первое общение, значит, первая информация, которую мы дали, да? Потом дальше мы делаем какую-то презентацию более расширенную, знакомим с кабинетом, делаем предложение инвестирования и происходит инвестиция, да? Вот это и есть фазы вовлечения. И когда мы, допустим, берём, анализируем, что у нас сейчас происходит, вот можно даже взять, выписать на листок всех своих знакомых, которые чётко понимают, уже знают, чем мы занимаемся, и мы им делали какое-то предложение. То есть кому-то мы просто рассказали, что я сам участвую в этом проекте, кому-то мы уже перешли, и, допустим, там уже даже к третьей фазе мы уже сделали презентацию, а может быть, с кем-то мы уже и на четвёртой фазе поработали, мы уже сделали ему предложение инвестирования, мы познакомили его с нашими пакетами, какие у нас есть, да? Но последнего, замыкающего вот этого вот звена инвестиций не происходит. И тогда мы можем посмотреть, сколько у нас таких людей, которых мы познакомили с проектом. Потом разделить их на группы, допустим, там 5 человек у меня на первой фазе, там 3 человека у меня на второй, а ещё там 25 человек у меня на четвёртой фазе. То есть я уже сделал презентацию, сделал предложение, и они не переходят. И я понимаю, что самое большое торможение у меня происходит вот здесь, вот на четвёртой фазе. Значит, что-то я не доношу. Значит, мне нужно поработать, делать правильные презентации, пригласить на презентацию другого человека, послушать, как он это делает, как он эту личную работу осуществляет, да? То есть очень удобно, когда мы понимаем, что такое фазовое влечение, очень удобно понять, где на какой фазе у нас застревают наши клиенты, и что нам нужно доработать, над чем нам нужно самим поработать. То есть это нам вот помогает в работе, потому что нам важно на самом деле понимать наш средний цикл. То есть вот если я понимаю, что вот я сегодня познакомился, и сколько времени мне нужно для того, чтобы человек совершил инвестицию. То есть вот у меня есть какой-то стандартный процесс, который я делаю, да? И посмотреть, какой цикл так, да? Какой цикл вовлечения. То есть на самом деле до даже двух недель это считается нормальным циклом. Если человек в течение двух недель изучает, мы знакомимся, звонит, задаёт вопросы, что-то делает. И от первого нашей, первой встречи до инвестиций происходит две недели. Это здорово. Классно, когда люди на первой встрече совершают сделку. Это вообще, можно сказать, такие суперспециалисты, да? Но тем не менее, когда мы понимаем средний цикл, и если мы видим, что наш цикл растягивается, что у нас уже там на три месяца это всё растянулось, значит, мы как раз-таки и делаем анализ вот этих вот всех своих фаз и смотрим, на какой из них у нас где-то происходит наибольшее торможение, что мы недоработали. Либо мы звоним человеку и узнаём, где, когда, в какой момент чего-то ему не хватило, и он остановился, он перестал рассматривать наши предложения. Да? То есть мы над этим можем работать, если мы понимаем, что нам нужно сегодня делать. И очень важно понимать, сколько у нас потенциальных инвесторов и на какой они фазе. Для того, чтобы мы могли проработать и перевести их с одной на другую, со второй на третью, на четвёртую и так дальше. То есть если мы научимся это анализировать, у нас будет здорово. Вот один человек, который у нас проходит вот эти все фазы, это можно ещё назвать такой дорожкой успеха. Вот мы запустили первую дорожку успеха, вторую, третью, четвёртую. Это вот наши люди, которых мы запустили вот в эти вот фазовые влечения. И важно не брать новых людей, пока мы полностью не закончим с теми, которые у нас уже запущены. Я знаю, что когда об этом не задумываешься, то начиная выписывать этих людей, которых мы познакомились с проектом и где-то на какой-то стадии остановились, у нас их будет очень много. На самом деле очень продуктивно, когда у вас таких дорожек успеха запущено, до шести. Шесть – это максимально. Четыре, пять – это классная цифра, когда вы понимаете, так, с этим мы встретились, этому я дал материал, этому я уже провёл презентацию, он сейчас знакомится с маркетингом, думает, да, вы тогда всегда их держите в поле зрения и, во-первых, всегда можете откликнуться, во-вторых, вы всегда понимаете, так, здесь я дал два дня, всё, надо уже, пора уже звонить. Вы тогда их не потеряете, не упустите и не затянете эти длинные фазы. Если у вас их будет больше, чем шесть человек, мы где-то кого-то теряем, и тогда у нас получается непродуктивная работа, и вот, можно сказать, конверсия у нас начинает падать, потому что всё это размазывается, растягивается, да. То есть лучше работать, вот несколько человек довёл до конца, всё, поехал, взял новых, и следующий, следующий, следующий. То есть это очень важно тоже, сколько мы запустили вот таких дорожек успеха. Но, тем не менее, всё, что мы делаем, вся эта дорога к успеху, она всё равно ступенчатая, она всё равно с препятствиями, и она, как говорится, дорога вверх. Вверх она достаточно сложнее, чем идти вниз, но в нашем случае это лучше, это интереснее, это продуктивнее. Поэтому, конечно, на старте мы понимаем, что нам нужно думать, анализировать, планировать, тренироваться и делать, и снова делать, и снова встречаться, и снова анализировать, и снова делать. То есть дорога к успеху, она не простая, поэтому мы и говорим. Что я хотела сегодня сказать про наставничество. Наставничество – это уже такая более глубокая поддержка, так скажем. Это тоже поддержка, но это такая более глубокая поддержка. Мы понимаем, что мы можем говорить людям, вот давай вперёд. Вот я сделала, и теперь ты делай. Тебе нужно звонить, тебе нужно составить книгу контактов, делать звонки, предложения, презентации. То есть мы умеем рассказать, что нужно делать. Сегодня любой из нас может рассказать, что нужно сделать для того, чтобы идти и создать какую-то там команду. Но есть ещё один вопрос. Как это сделать? Как? И вот только настоящий наставник может рассказать, как это сделать, показать, научить. Для этого, конечно, очень важно и самому стать настоящим наставником, и самому научиться это делать, для того, чтобы мы могли учить других. Если мы возьмём обычную нашу жизнь, то мы понимаем, любой молодой специалист, который приходит на работу, он проходит практику, у него всегда за ним закреплён наставник. Так же, как мы теоретически пишем дипломную работу, у нас есть куратор дипломной работы. Точно так же у нас на производстве, в нашей работе есть наставник, под надзором которого мы проходим практику. Вот, и так же и мы, ну, то есть на картинках видно, да, что это и в быту, и дома, и вот как папа ребёночку всё объясняет, как что можно делать, да, и молодые доктора приходят, они никогда сами не начинают практику, у них всегда есть наставники. Да, и в нашем деле не исключение, нам тоже нужно учиться стать наставником. И что сюда входит? Первое – это знакомство, второе – это сопровождение индивидуальное, о которых мы сейчас, вот я уже много-много-много, в принципе, рассказала о индивидуальном сопровождении. И так же есть коллективное сопровождение или сопровождение всей структуры, вот. Ну, знакомство – это что происходит во время знакомства? Ну, это не значит, что «Здравствуйте, меня Петя зовут, а меня Вася зовут», да, мы, конечно, это всё упускаем, это мы уже проходили. Когда говорили о первом контакте, о корпоративном стиле, да, здесь знакомство немножечко в другом. Знакомство – это выявление потребностей человека, вот, определение целевой группы, также знакомство с сайтом, с кабинетом, то есть туда более-более такое глубокое знакомство с нашим личным кабинетом, то, где и как он будет работать, да, вот. Вот. Есть ещё такое понятие, как вторичное знакомство. Это, например, у нас есть в структуре очень много людей, допустим, я думаю, у всех есть такие, у кого уже есть структуры, у всех найдутся такие люди, которые зарегистрировались, они были где-то на воодушевленные, они где-то были на какой-то эмоции, вот. А потом затихли, сказали, нет, давай я потом, мне сейчас никогда нет. И вот они там зарегистрированы, мы знаем, что мы с ними проводили беседы, делали презентации. Мы можем сейчас открыть структуру свою и ещё раз их прозвонить, сказать, здравствуй, Марина, здравствуй, давай мы с тобой по-новой познакомимся. Как твои успехи? Что у тебя в жизни происходит? Мы с тобой там год целый не общались, а я тебе расскажу, что у меня в жизни происходит, да. То есть вполне возможно, что за это время у человека какие-то изменились обстоятельства, и он может откликнуться на наше предложение и скажет, ё-моё, как я забыла, вот, вот чем я сейчас займусь. Я как раз там, кто-то сейчас из-за пандемии потерял работу, кто-то намеренно закрылся, кто-то уволился, вот, да, и он говорит, о, у меня сейчас есть свободное время, вот я сейчас, наверное, приму твое предложение и поработаю. У вас всё ещё происходит, у вас всё ещё такие же интересные проценты, да, бонусы, вот. Вот, поэтому вот это вот вторичное знакомство, оно на самом деле очень большую пользу несёт. У меня тоже такое было, почему я об этом говорю, потому что это тоже из моего опыта. Я походила по структуре в глубину, в глубину, в глубину, когда у нас там были полностью открыты ещё вся информация. Сейчас нам немножечко нужно, мы только через первую линию можем найти информацию человека, да, раньше можно прям в глубину. И я прям находила там какую-то Валентину, которая зарегистрирована у какой-то Елены, которая является моей там шестой линией. Я пишу, Валентина, здравствуйте, я вижу, что вы зарегистрированы у Елены в первой линии, вижу, что вы зарегистрировались год назад, но при этом не сделали никакой инвестиции. Я ваш высший спонсор, да, я руководитель вашей всей большой структуры. Хотела бы узнать, каковы причины, чего вам, может, вам не хватило какой-то информации, потому что вы-то здесь, вы-то почему-то зарегистрировались. То есть, понимаете, вот такого типа письмо я составила. И тут же пишу, у нас сейчас происходит очень много, то есть мы продвинулись вперёд намного, у нас сейчас произошли очень интересные события, вот вам ссылочка на новости, посмотрите. Вот, и будет время, когда ознакомитесь с информацией, напишите мне или позвоните, оставила телефон, мы, может, с вами поговорим, да, я отвечу на ваши вопросы. То есть, вот таким образом я сделала, можно сказать, как это, как это сказать, ревизию такую, определённую ревизию в своей структуре. Да, это тоже было вторичное знакомство, а для меня некоторые люди вообще неизвестны. Но некоторые из них проснулись, с некоторыми мы начали работать, да, и что-то вот пошло, сдвинулось вперёд. Вот, если у нас есть человечек, который уже хочет строить структуру, мы можем с ним прям как учитель поработать, такое вот индивидальное сопровождение, но учить его как учитель, то есть дать ему первые задания и проверить их выполнение, да. Допустим, мы говорим, вот контакты, напиши там, составь книгу контактов, да, и мы говорим, вот следующая наша встреча, мы там через три дня увидимся, да, принеси мне список из ста контактов, да, и учим его, как мы их пишем, вот о чём я и говорила. То есть он говорит, а как я вам сто контактов найду? А мы ему рассказываем, как можно вспомнить людей, по каким этим подсказочкам вспомнить людей и написать. И вот он приходит, и вы его сразу спрашиваете, ну что, ты написал 100 контактов, да? То есть мы ему не только даём задание, но и проверку, делаем проверку выполнения, да, также с постановкой цели. Напишешь мне потом цели, там то-то, то-то, вот, там или составишь какой-то план. Это тоже очень важно, потому что если мы сказали, делай, у тебя всё получится, это одно. А когда мы говорим к следующей встрече, покажи мне, как ты это сделал, это совсем другое. Это, во-первых, обязывает его всё-таки серьёзно отнестись к этому заданию. Во-вторых, он понимает, что вы действительно ему помогаете, вы хотите ему помочь, вы заинтересованы в том, чтобы у него всё получалось. Что хочу сказать о сопровождении структуры. Можно создавать, неважно, вот вы только начинаете, у вас только первых четыре человека в структуре появилось. Сделайте маленький общий чат, и это будет ваш структурный чат. И потом говорите, каждого нового человека, которого вы будете регистрировать, тоже подключайте к нашему структурному чату. И вот тут вот вы как раз ведёте его, вы туда новости какие-то сбрасываете, да, какую-то информацию. Вы можете сделать какие-то индивидуальные рассылочки здесь по структуре, но в чат лучше всего, да, вот. Потом вы можете сюда в чат бросить, ребята, давайте, вот будет хорошее мероприятие, будет какой-то вебинар, давайте все вместе вот туда пойдём. Или прям тренинг какой-то, поедем на какой-то тренинг. То есть таким образом, сопровождая всю структуру вместе, вы создаёте какую-то дружную команду, вплоть до того, что давайте на природу вместе выедем, давайте там на выставку какую-то вместе поедем. То есть уже начинается не только работа совместная, но и какой-то совместный досуг, потому что это очень важно, когда вся команда будет в ресурсном состоянии. А ресурсное состояние очень легко создавать как раз тогда, когда мы вместе собираемся, проводим какие-то вот эмоциональные такие моменты все вместе, да, там играем, соревнуемся, отдыхаем, загораем, жарим шашлыки. То есть не только работа, но и досуг. И это вместе мы же обмениваемся энергией, да. Вы же не будете спорить со мной, особенно те опытные, кто ездит, допустим, на экофесты, да. Вот элементарно, даже если не брать тренинги, где там определенные люди ездили и встречались в разных странах мира, да, вот как у нас было там 10 модулей разных тренингов. Но взять даже наш экофест, раз в год мы приезжаем на экофест. Мы даже там встречаем людей из разных транс, которых мы в прошлом году, в позапрошлом году встретились, познакомились, где-то в очереди за ухой стояли и там познакомились, где-то в очереди стояли, чтобы прокатиться, и тут же познакомились, обменялись визитками, да. И тут мы опять встречаемся. Ну, это же так здорово, это же такие положительные эмоции. И вот таким образом вот на этих эмоциях, когда мы еще обмениваемся, дополняем, подкрепляем, заряжаем друг друга, вот тут и классно создавать вот это ресурсное состояние для всей вашей команды. И если мы сядем и зададим себе вопросы вот сейчас, считаю ли я себя наставником, сколько партнеров в моей структуре? Вот сразу раз, знаю ли я, сколько партнеров в моей структуре? Сколько партнеров я сопровождаю в данный момент? Мы понимаем, что настоящий наставник, он их прям сопровождает, он прям знает, с кем у него назначена следующая встреча, кому он дал, какое задание, да. Сколько лидеров и мастеров в моей структуре? То есть насколько мы знаем свою структуру? Можем ли мы сразу навскидку ответить на эти вопросы? Скольким лидерам и мастерам, со сколькими лидерами и мастерами я так и не познакомился? Вот у меня большая структура, там появился, там появился чужой какой-то, а я не позвонил, не познакомился. Хотя это тоже очень правильно, если мы звоним и говорим, Татьяна, я вас поздравляю, вы в моей структуре, хочу с вами познакомиться, я вижу, что вы достигли статуса мастер. Вот потому что мы же тоже видим, у нас очень хорошая сейчас статистика, да. То есть вот это делает настоящий наставник. Скольких активных партнеров в моей структуре сейчас, допустим, принимают участие в каких-то мероприятиях или обучениях, которые происходят. Скольким партнёрам в день я делаю звонки? Вот если мы на эти вопросы отвечаем, и мы рады, нам нравятся наши ответы, мы получаем удовлетворение, да, здорово, видишь, я на все вопросы могу ответить, я действительно сейчас сопровождаю людей, я действительно с кем-то сейчас участвую в обучающих тренингах, вот, то тогда мы можем сказать, да, я настоящий наставник, я прям вот не просто поддержку осуществляю, а я прям наставник настоящий, да. Вот, то есть и мы тогда понимаем, вот если нас это радует, если мы хотим вот это всё делать, да, тогда мы сами учимся, учимся, тренируемся, подключаемся, общаемся, потому что мы сами прекрасно понимаем, что 90% всей нашей победы – это тщательное и точное последующее действие. То, как мы готовимся, то, как мы сопровождаем людей, то, как мы им помогаем, и из этого складывается наш успех, наш успех как руководителя структуры, да, наш успех, который делает шаги какие-то в свой бизнес, да, то есть если у нас уже есть такая цель, то, понятное дело, мы прилагаем усилия какие-то, вот. Поэтому именно наши действия, они как раз и дают нам вот этот вот результат. Вот. Ну, на сегодня у меня всё. Сейчас через 4 минуты начнётся вебинар Маслова. Я с вами со всеми прощаюсь. До свидания. Благодарю вас всех за внимание. И кто хочет, пожалуйста, переключайтесь на вебинар Маслова. До свидания. Всего доброго.